Я, например, знаю здесь, наверное, меньше половины людей. Поэтому я хочу сейчас, чтобы вы пожали правую руку соседу слева, справа, чтобы вы немножко позадумались, буквально это 5 секунд, чтобы вы поняли, кто с вами вокруг вас сидит. Жмите руку, поприветствуйте. Если вы рады быть сегодня здесь, так и скажите. Привет, рады, привет. Телевидение, в котором мы живем, он очень влияет на наше мышление. Это книги, это телевидение, это интернет. И он создает какое-то неправильное направление в этих вопросах, которые сегодня поднимаются. Но мы собрались для того, чтобы услышать, что Библия говорит о взаимоотношениях, что Библия говорит о любви и о влюбленности, о том, для чего Бог предназначил враг. Вот на эти вопросы будут сегодня звучать ответы. Друзья, с нами сегодня здесь не только молодые люди. Сегодня здесь есть как минимум 4 пастора. Они тоже подошли специально, чтобы вы могли подойти к ним и пообщаться, спросить то, что вас тревожит, то, что вас интересует. Поэтому используйте момент и время, чтобы узнать те вопросы, которые вам дороги. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты даруешь нам время на земле. Мы можем иметь общение друг с другом, мы можем слышать Твое Слово. Мы просим Тебя, чтобы Ты расположил в наших сердцах принимать Твою истину. Благослови Господь те, кто будет передавать ее. Мы желаем через это общение прославить Тебя, получить назидание. Пусть это все будет под Твоим руководством и с Твоим благословением. Благодарим Тебе и славим нашего Бога, Отца Сыны, Духа Святого. Благодарим Тебя и славим нашего Бога, Отца Сына, Духа Святого. Благодарим Тебя и славим нашего Бога, Отца Сына, Духа Святого. Это наша семья, моя семья. Один представитель из нашей семьи, кроме меня, тоже тут есть с нами сегодня. Я не знаю, почему сегодня решили попросить меня, чтобы сделать вступление. Я не знаю, может быть, решили, что у меня самая счастливая семья или нет. Но я считаю, что у меня самая счастливая семья. И знаете, когда-то, давно еще до свадьбы, я помню, я молился о своем будущем браке. Когда я думал, кто у меня будет, кто у меня может быть. Я еще не знал тогда, кто будет. И я не помню, я Бог говорил там некоторые свои, как бы, просьбы или, знаете, я хочу так, так, так. Но я помню, что я говорю Богу, чтобы у меня была самая счастливая семья. Я помню этот момент, что я тогда просил Бога. И, знаете, я с уверенностью скажу, что у нас самая счастливая семья. Что мы, я считаю, что я очень доволен, знаете, нашими отношениями внутри. Бог нам дал двоих детей. И сегодня мы будем говорить о браке. Сегодня мы будем говорить о будущем, может быть. И, знаете, для молодежи всегда, знаете, вот, жить до свадьбы и после свадьбы, да, вот вы, наверное, смотрите на тех, кто уже женился. И, наверное, как забор, за которым какая-то изверху отрываясь, да, и хочется через этот забор заглянуть, но... И мы ходим вокруг и думаем, как же там глянуть, как она там. И мы пытаемся представить, что же она там ждет нас. И, знаете, чтобы получилась счастливая семья, не в всех это получается. Вы, наверное, видели, да, может быть, что поэзия есть, музыка есть. Поэты часто, если вы какие-то стихи даже в школе читали, или вам попадалось что-то больше, они переживали о какой-то любви, о чем-то разрушенном, о том, что прошло, что разрушилось, что нельзя восстановить. Музыка тоже, может быть, да. Одни песни поют о том, что ищут кого-то, что кого-то хотят найти, кого-то единственного на этой планете, кто им заответует. Другие песни приблизительно такого смысла, что у них уже все разрушилось, они в печали полностью. То есть, одни поют об этом будущем очень хорошо, другие поют, что уже все плохо, и что у них все болит, и все больно. И почему так получается? Знаете, Бог создал отношения, Бог создатель отношений, Бог создал человека, Бог создал каждого из вас. Бог создал когда-то Адама, Бог потом создал для него жену. Бог объединяет, Бог сочитывает, Бог, знаете, соединяет двоих. И Бог создал вот эти потребности во взаимоотношениях между людьми. Знаете, не зря, ну, наверное, самое большее, что мы замечаем, да, когда картинки какие-то смотрим, двое там идут на закате, на пляже, или двое обнятые стоят, или двое где-то вместе сидят, какие-то комфортные, какие-то теплые отношения. Вот эти картинки, они, наверное, самые заметные, самые больше нас впечатляют. И это не зря, потому что Бог создал эти отношения, Бог хочет, чтобы мы имели эти правильные отношения. Бог создал так, что мы должны любить, и мы хотим, чтобы нас любили. И Бог создал все прекрасно. Но, как я говорил, что есть счастливые браки, а есть несчастные браки. И когда мы сегодня думаем о нашем будущем, да, мы, я надеюсь, каждый планирует тоже найти свою половинку, которую Бог даст. Мы молимся, кто больше, кто меньше. И мы хотим, чтобы наш брак был счастливым, чтобы то, как мы, то, что мы создадим, какую семью будешь, чтобы она была счастливой. И, знаете, вопрос, когда, может быть, вы слышали песни, да, если, да, так, больше таких песен о счастливом или о чем-то несчастном уже разрушенном, как вам кажется? Мне кажется, больше о чем-то, о том, что уже прошло, хорошее было, и оно разрушилось. А почему так? И когда я думаю, что мы хотим создать что-то наше, то мы хотим, чтобы оно точно счастливым было. И мы считаем, что точно то, что мы сделаем, оно будет счастливым. Но вы знаете, что дьявол – враг всего хорошего. Все, что хорошее, дьявол использует, он пытается испортить, пытается поломать. Знаете, вы, каждый из вас – это венец Божьего творения. Бог, когда создавался на земле, он потом создал человека. И он создал человека, это было, знаете, когда делают красивое кольцо, да, и туда вставляют самый дорогой, дорогой бриллиант. Вот человек, он должен украшать все творение. Но дьявол обрушил все свои силы именно на человека, потому что человек сам вот это совершенное, самое лучшее, что Бог сотворил. И дьявол всегда, как работает, он пытается обмануть, он старается вымазать, испачкать как-то, он старается испортить. И, знаете, цель его уничтожить, уничтожить человека. Вы видели грешников, да, которые начинают с маленького, может быть, может быть, вы не видели, как они начинали эти маленькие грехи, когда там в школе еще люди. Но мы видим каких-то грешников, которых мы знаем, что точно они на земле и мало стало жить. Знаете, дьявола цель каждого из нас уничтожить, обмануть, уничтожить, вымазать, испортить. Поэтому никто не хочет быть обманутым дьяволом, никто не хочет делать какие-то ошибки, которые сделают другие. Но я скажу, что Бог не оставил человека один на один с этими всеми проблемами, которые нам нужно решить, с этими всеми задачами, которые нужно нам решить. Я на этой неделе читал Новый Завет, я там читал одну историю, которая записана на Луке, она, может быть, совсем не относится к нашей сегодняшней теме. Я просто хотел момент этот сказать, потому что Бог наш, Он очень сильно нас любит. Я читал, когда Иисус Христос подходил к маленькому городку Наину, и тот городок совсем маленький. И там из города выходила похоронная процессия, была вдова, и хоронили ее сына. Знаете, сейчас есть пенсионная система, ну, на Украине она может быть, все говорят, что маленькая пенсия, но все равно как-то люди хоть могут прожить. Тогда, раньше, когда пенсионных фондов никаких не было, когда государство не заботилось о старости чьей-то, тогда дети, они должны были содержать своих родителей. И вдова-то потеряла мужа, и вдова-то потеряла сына. И Иисус Христос, когда Он увидел, Он жалится, написано, Он жалится. Это записано на Луке, 7 глава, 11 по 13 стих. Иисус Христос очень сильно любит каждого из вас, и, знаете, Его сердце вмещает каждого из вас, и Он хочет помочь каждому из вас, чтобы ваша жизнь была счастлива, и чтобы ваш выбор на земле был правильный. И потому что сегодня, чему наш вечер посвящен, знаете, этому узнать, как сделать правильно этот выбор, как не ошибиться, как, знаете, попав туда за тот забор, о котором большинство из вас, наверное, мечтает, попасть туда, и вдруг оказалось, что не так, как планировалось. Поэтому я бы хотел, чтобы у каждого из вас была такая счастливая семья, как моя, и в будущем, знаете, единственное, что мы можем сделать, это наше отношение с Богом. Но дальше думаю, что вы на все эти вопросы сегодня будете получать ответ. Субтитры создавал DimaTorzok И сейчас мы подготовили с ребятами небольшую викторину на тему любовь, потому что Прага — это любовь, и много мест писания есть сказанных с любовью. Я прошу, у меня есть двое ребят, которые будут следить за вами. Вы если слышите вопрос, читаете, да, и если знаете ответ, поднимаете руку вверх, то быстрее поднимет, имеет возможность ответить, и получит, ну, что получит, сладкий криз. А ребята внимательно следят, они очень, вот так, да. А теперь первый вопрос, продолжить стих. Давайте проверим. Да, ребят, там, ты. Вы поняли, да? Я попрошу ребят, не кидать конфеты, пожалуйста, да? Да-да, мало ли, травмировка. Только не выкрикивать, а поднимать руку, хорошо? Я попрошу не плацать, у меня есть, чем плацать. Следующий вопрос. Опять продолжить стих. И где написано «Плошь же духа»? А где написано? А я не видел рук. Определяйте, определяйте. Нет, я их не определяю, просто читаю. У нас есть дух, который противится плоти. Есть и дух, и плоти. Знаете, вся христианская жизнь, она протекает в борьбе, и мы, как христиане, знаем об этом. Есть такая песня, которая говорит, что в этой борьбе мы нуждаемся в спасителе. Я нуждаюсь в тебе, мой спаситель, и желаю всегда быть с тобой. Это следующая песня, которую мы будем петь. Песня. 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 К сожалению, вторая боль – это боль дисциплины. Так вот, суть в том, что первая боль весит тонны, а вторая грамма. Друзья, что я хочу сказать? Если вдруг вам страшно чего-то, подойти спросить у братьев, которые старше. Друзья, потом будет боль к сожалению, которая весит тонны. Не теряйте возможности, чтобы узнать опыт не только о собственной жизни, но и опыт многих других студий, которые проходят через служителей. Поэтому я сейчас хочу пригласить сюда Павла Петровича, клиента, который с нами поделится словом, правильной библейской позицией в отношении брака, семьи, подготовки. Ну и если у вас, друзья, будут вопросы, пожалуйста, их приготовьте, запишите, передайте. Мы на них ответим немножко позже.